То, что это надо делать регулярно, а не один раз. То есть, когда вы обещаете тимбилдинг в конце по итогам завершения проекта, это может мотивировать людей, но это не способствует командной динамике. Вы должны понимать, зачем вы этот тимбилдинг организовываете. И второе, что этот тимбилдинг должен быть структурирован и запланирован правильно. Это тоже проект маленький, но проект, который надо продумать со своими рисками и с коопом в том числе. Например, у вас одни мальчики в команде. И 50% из них, например, там качки и любят спорт, а 50% извините, ботаны. Если вы на тимбилдинге организуете спортивный турнир, то что 50% ботанов сделают? То есть, почему такой тимбилдинг такой плохой? Потому что вы вот этим дали возможность покрасоваться и проявить себя во всей красе и возможность, ну, то есть, они уйдут довольны. А вот эти, вы не дали им возможности себя проявить. Поэтому как-то надо комбинировать интеллектуальные игры с физическими играми на природе, в общем, что-то делать, чтобы у каждого была возможность себя показать с хорошей стороны. Поэтому так важно это правильно планировать. Ну и наоборот, если вы устроите шахматный турнир для такой команды, то, возможно, кто-то будет не очень этому рад.